МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Права есть, опыта нет. Три дня человек за правами, говорит, сам не знает, как произошло такого. Едва севший за руль молодой человек протаранил три автомобиля. И реальность угрозы. Основная масса у нас потерпевших составляла люди пожилого возраста. Сейчас уже даже молодые люди 25, 30, вот такого возраста даже потерпевших. Мы запускаем серию репортажей о способах мошенничества и как не стать их жертвой. Это и не только прямо сейчас. Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей на пересечении улиц Восстании и Кулахметова. Там столкнулись Тойота Авентинс и Ладо 14-й модели. По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля решил повернуть в неположенном месте, с места аварии. Нафиса Минязова. Нарушу правила, налево он поворачивал, а я прямо ехал. Здесь поворота нет левого. Поворот запрещен, однако водителя Ладо это не остановило. А водитель иномарки рассказал, ехал с улицы Кулахметова в сторону Васильченко. На перекрестке на разрешающий сигнал светофора хотел проехать прямо. Однако не смог, ведь дорогу ему преградил отечественный автомобиль. Я по тормозам, правую сторону не смог, все равно зацепил его. Предотвратить аварию, говорит, не получилось. Не хватило ни времени, ни расстояния. Удар перешелся на переднюю часть иномарки и правое переднее колесо 14-е. В результате столкновения пострадал водитель последнего автомобиля. По словам очевидцев, он жаловался на главную боль. На место ДТП прибыли медики. Однако от госпитализации и от какой-либо помощи молодой человек отказался. Пассажиры и водители иномарки же от получения серьезных травм спасли сработавшие подушки безопасности. Исходя из полученных повреждений автомобиле, им понадобится помощь эвакуатора. В предполагаемый виновник аварии водитель отечественного автомобиля от комментариев отказался. Однако, со слов второго участника ДТП водителя иномарки, свою вину тот молодой человек признал полностью. Написай меня за водой, Малахметов. Вызов 112. В Елабужском районе в смертельном ДТП погибли три человека. Авария произошла на 20-м километре трассы Марты-Умяк. Там лоб в лоб столкнулись Лада Грант и Рено Логан. По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля превысил скорость, выехал на встречную полосу и протаранил иномарку. Удар был такой силы, что Гранта вылетела с проезжей части. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались 61-летний водитель Лады, его 31-летний сын и 63-летняя пассажирка. Еще один 19-летний пассажир госпитализирован медиками с сотрясением головного мозга, переломом плеча и бедра. Водитель Рено доставлен в больницу без сознания, с ушибом головного мозга. Опыт с водительскими правами не выдают. Это на практике понял водитель Лады 14-й модели, по предварительным данным ставший виновником столкновения четырех автомобилей на проспекте Ямашево. По рассказам участников аварии, предполагаемый виновник в столкновении даже не понял, как все произошло. Подробности у Рамиля Шайдулина. Если мне от второй машины-то влетело нормально, я думаю, наверное, 40-50 точно ехал. По рассказам водителя Hyundai Getz, все произошло в тот момент, когда автомобили только-только остановились на запрещающий сигнал светофора. Отметил, что простоял несколько секунд, и в его иномарку пришелся удар сзади. От толчка машина догнала впереди стоящий транспорт. Я сначала подумал, ну типа, человек пьяный в меня летит, а оказывается, там сзади него еще улетели. Уже вышел, типа, не понимая, что за человек там в Рио сидит, что такое сделал, а там, оказывается, сзади, вон, на четырки полморды нет. По предварительной версии, Лада 14-й модели протаранила Kia Rio, которую отбросила вперед на Hyundai Getz. Та, в свою очередь, ударила ВАЗ-2114. Предполагаемым виновником столкновения четырех машин стал владелец отечественного автомобиля, шедший с самым последним. Молодой человек от комментариев воздержался, но другим автомобилистам рассказал, что водительские права получил только три дня назад. Возможно, именно нехватка опыта и стала причиной происшествия. Три дня человек за правами, говорит, сам не знает, как произошло такого. Я не знаю, как можно в красный светофор лететь, там, не знаю, полтинник. Если водителя ВАЗа признают виновным, то молодому человеку предстоит ремонтировать собственный автомобиль за свой счет. Возможно, что с вождением ему придется повременить. Рамиль Шайдулина, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Сегодня полицейские Таташтана запускают акцию «Осторожно, мошенники». В течение двух недель стражи порядка будут предупреждать наиболее подверженных этим преступлениям жителей республики. За два месяца без малого 800 обманутых человек обратились в полицию. Раскрыта только пятая часть. Мы ежедневно будем рассказывать о самых популярных среди мошенников способах обмана, на что обращать внимание и что надо знать, чтобы не попасть на их удочку. Сегодня Лина Зинатулина расскажет о реальности угрозы быть обманутым. В текущий момент динамика как такового спада нету данных мошенничеств. Даже иногда она составляет, даже небольшое увеличение происходит. Мнимые ясновидящие фейковые страницы интернет-магазина в помощь родственнику, попавшему в беду, или разблокировка банковской карты, подмена настоящих денег билетами банка приколов. Предлогов для обмана множество. Однако по статистике в Татарстане самыми популярными считаются выманивание данных карт и при покупке товара через интернет, и просьба о помощи от имени родственников или друзей в социальных сетях. Так, например, 24 марта 60-летняя Нижнекамка обогатила мошенника почти на 250 тысяч рублей. Потерпевшая сообщила в полицию, что размещала на одном из интернет-сайтов объявление о продаже дачного домика, после чего ей позвонил мужчина, который якобы заинтересовался ее предложением. Незнакомец сообщил, что переживает и не хочет упустить шанс купить дом, и попросил пенсионерку скорее отправить все данные банковской карты. Женщина в надежде на удачную сделку поверила и даже назвала код, пришедший на мобильный телефон из банка. Именно вот эти вот пароли, приходящиеся, которые просят назвать, назвать категорически запрещено. Более того, человека должно насторожить то, что человек, не видя товара, не посмотрев его, в каком им качестве, тут же хочет его купить. Часть с раскрытия данных преступлений оставляет то, что звонки, поступающие, например, на сотовые телефоны, они, как правило, с других регионов, как показывает практика. Вот и в этот раз выяснилось, что номер, с которого звонили пенсионерки, зарегистрировано в Башкирии. А вот 44-летний мужчина попался на уловки мошенников в социальной сети. Ему пришло сообщение с аккаунта двоюродного брата, где последний сообщил, что якобы находится в трудной ситуации и попросил одолжить денег. Мужчина не стал уточнять подробности и в кратчайшие сроки перевел 25 500 рублей на указанные банковские счета. О том, что страница родственника была взломана и от его имени писали другие лица, он узнал лишь спустя несколько дней. Раньше, вот два года назад, основная масса у нас потерпевших составляла люди пожилого возраста, 50 лет, 60, даже бывали 70 лет потерпевшие. Сейчас уже даже молодые люди 25, 30, даже вот такого возраста даже потерпевших. Число жертв растет, раскрываемость не успевает. Мошенники легко теряются в интернет-пространстве. Чтобы не попадаться на развод, полицейские советуют проверять личности так называемых продавцов и не передавать номера банковских карт малознакомым людям. И при малейших подозрениях на обман немедленно обращайтесь в полицию. Так, вероятно, скорейшее открытие преступления может стать выше. Лина Зинатульна, на ФИСА, меня зовут Амир Залюшев, вызов 11. Не успел распорядиться похищенным золотом. Полицейские казани раскрыли разбойное нападение на ювелирный магазин в московском районе. В пятницу, в девятом часу вечера, в торговую точку ворвался человек в маске с предметом, похожим на пистолет. Угрожал, бил в витрины и забрал все, что только мог за те считанные секунды, которые находился внутри магазина. Динара Камалова знает, сколько он успел украсть и как на него вышли. В пятницу, 20 часов, 5 минут. В ювелирный магазин врывается человек в маске и с предметом, похожим на пистолет. Как рассказала одна из сотрудниц, неизвестный, ворвался в магазин, громко кричал, размахивал пистолетом и, разбив витрину, похитил золотые цепочки. Он находился в магазине считанные секунды, забрал все, что успел и быстро скрылся. Сотрудники торговой точки тут же вызвали полицию, но к приезду первых экипажей от нападавшего и след простыл. Сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей. В кратчайшие сроки полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к совершению нападения причастен 26-летний житель города. Оперативники выехали по месту его нахождения и задержали его. Свою вину молодой человек признал полностью и указал на место, где спрятал похищенное. Похищенные драгоценности нашли упакованными в пакет в гараже знакомого подозреваемого. Изъятые орудия преступления под давлением таких улик что-либо отрицать было уже бессмысленно. Задержан по статье 162, часть 2, разбой на пакетине. Вину свою признают полностью и указал. Все изъятое приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Молодой человек может в ближайшие 10 лет провести в местах лишения свободы. Суда задержанное будет дожидаться под стражей. Динара Камалова, Вызов 112. Массовая эвакуация и парализованная работа двух торгово-развлекательных комплексов. Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о подозрительных бесхозных сумках и возможном нахождении в них взрывных устройств. Рамиль Шайдулин видел, как несколько сотен человек были экстренно выведены на улицу, а сами здания начали проверять кинологи и спасатели. Нас объявили учебную тревогу. Все эвакуировали и их выпускают уже час. Улыбки на лицах и радость. Те, кого эвакуировали из торговых комплексов, не верили в реальность угрозы. Всем казалось, что это учение. Но после того, как здания были оцеплены, приехали кинологи и сотрудники спецслужб, появились сомнения. Объявили тревогу, были все в магазине, объявили тревогу. Сначала просят тревогу, потом объявили, что учебный пожарный. Около половины пятого вечера неизвестный мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о бесхозных сумках в двух торговых центрах и возможном нахождении в них взрывных устройств. Но обследование помещения угрозы не подтвердило. Личность звонившего мужчины установлена ему 44 года. В процессе выяснения обстоятельств полицейским стало понятно, что он состоит на учете с психическим заболеванием. Сейчас по данному случаю проводятся проверки, по результатам которых будут ясны мотивы звонков мужчины. И решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Рамиль Шайдулин, Афиса Минязова, Ильшан Мухамедов, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова